Привет! Продолжим отвечать на вопросы, которые вы мне пишите на драйве, по поводу устройств ELM327 и Wacom 409. В предыдущем видео мы закончили на странице 9, сейчас продолжим со страницы 10. На текущий момент уже насобиралось 2061 лайк и 3561 комментарий. Ну что, продолжим. Похожий ответ на этот вопрос на следующей странице. Это по Nissan с предыдущей страницы. То есть по настройке Nissan для ELM327 или HopDrive мы уже обсуждали с настройками строки инициализации или тот же Torque. Также может подойти ScanTools и Nissan DataScan. Так, добавил новые PIT-файлы. Алексей, приветствую, что посоветуете к телефону на андроиде на Mazda 6-2008. Программа Torque Pro работает, это если блютузная версия. Да, как раз у человека блютузная. Скажите, Audi A4 1997 года, год бензин. Можно через что-то подключить телефон на андроиде? В данном случае нужен Calline адаптер. То есть, как правило, большая часть адаптеров почти все, они USB-шные. Иногда встречаются блютузные, но это либо в 2-1, он универсальный, там, Calline ELM, либо российского производства устройства. То есть, обычный USB-шный китайский Calline не подойдет. Ну, в смысле, подойдет, но у него блютуза нет. Так, дальше. Дизель подключал через Torque. А, это предложение какой-то предыдущей переписки. Непонятен смысл дальше. А, вот он писал. Доброе время суток, купил я N327, но данные на андроиде не выводят. В магазине сказали, что не подходит для моего авто. Т4 2002 года. Помогите, пожалуйста. Или все же безнадежно. Так, что там? Ну, здесь зависит от адаптера. То есть, если 2-1, то возможны проблемы именно из-за этого. Потому что ELM с Volkswagen работает в программе Torque. Не могу подключить Wacom 409 CH304T Mitsubishi SpaceR 99. Задал вопрос, что не получается. Ну, у него, скорее всего, он драйвераннера не поставил. И из-за этого компьютер его не видит. Потому что с Mitsubishi, в принципе, Wacom работает без проблем. Как раз в 99-й ход Wacom будет работать. Приветствую, Алексей. Подскажите, пожалуйста, будет ли работать адаптер ELM 327, Mini Bluetooth 1.5 с автомобилем Geely FK. Он же Vision 2008. Какой программы? Да, будет работать. Значит, он Bluetooth. Значит, будет работать, если на Android брать, то это Torqueo, HopDrive. По Bluetooth также на Windows может работать с ScanMaster ELM. Тигодяг, точно не помню. Там, по-моему, только USB. Хотя, да, с Тигодяг и Tetsu тоже будет работать. Так, дальше. Привет, подскажи, пожалуйста, пользуюсь OB2 Bluetooth Mini. Может, есть Прога для Symbian Nokia X6. Желательно бесплатная. У Budoscope работать только 7 дней. Нужно покупать. Еще. Когда подключил сканер, то стрелка спидометра поднимается на 180 метров, и кодометр считает пройденный путь. Хотя автор стоит, а автор стоит на месте, а при движении стрелка спидометра лежит на 0. Это в сканере делали в Проге. Спасибо. Так, скинул ему ссылки на OBD Scope. Ну да, на Windows Phone, конечно. А, это Symbian. На вот эти вот системы, как Symbian, Windows Phone, конечно, меньше программ, чем на, если сравнивать с Android. А что касается в кривых показаниях, да, это, скорее всего, дело в PID-файлах. То есть программе нужно подсказать, ну, дать настройки, чтобы она правильно отображала информацию, которую считывает сканер. PID-файлы как раз это помогут сделать. Так, это предыдущий квадратный вопрос. Спасибо за помощь. В кабеле ELON327 и PRO ASCANMASTER 2.1, авто SUBARU WERK 2006. Нажимаю старт, он пишет поиск чипа ELON на последовательном интерфейсе, потом пишет COM3, подключается, не удалось, и далее пишет отключено, что за хрень. Тут я ему предоставил ссылку на статью, в которой указано, какие сложности могут быть с драйверами, если у вас стоит Windows 7 или Windows 8 и произошло автоматическое обновление, если у вас сканер на FTDI. То есть бывает такое, что автоматическое обновление на этих Windows обновляет и драйвера к этим устройствам, и они перестают работать. Ну, есть инструкция, которая помогает это возобновить. То есть уже были прецеденты, которые, ну, которые, благодаря которым нашлась этот выход из проблемы. Ага, вопрос, в какой программе можно сделать диагностику системы АБС? АБС можно просчитать и в ScanMaster ELM. Вот, вопрос только в правильном подключении к автомобилю. То есть как подключаться к автомобилю, есть ссылка в этой статье, то есть там нам нужно просто специально подключиться к нужным контактам. Вот именно для этого, то есть если у вас, допустим, есть устройство, call-line с переключателем, как раз переключатель на call-line в этом случае помогает для того, чтобы не делать это вручную. Ну, а кого нет это вручную и с помощью ELM327 хочет прочитать и сбросить ошибки АБС, читайте статью и у вас все получится. Здравствуй. Прогу для Fiat, Fiat ECU Scan установил. Только не пробовал еще. У меня знакомые заинтересовались, есть ли программы на Windows, для Ford Focus, Chevrolet Cruze, Hyundai, Toyota. Да, значит, для Chevrolet Hyundai, ну, для корейцев, ScanMaster ELM и ScanXL. Для Ford Force Scan и ELM Config. ELM Config вообще супер по настройкам, отличная. Для Toyota TE-CU Матердата. Ну, также для TE-CU, ой, также для Toyota может та же скринмастер ELM. Она, в принципе, универсальная. Думаю, поможет. Так, переписка. Продолжение тоже переписки. Не может подсказать Cherry, Cherry Wery, возможно продемонстировать ELM USB кабелем. Да, Cherry все китайцы ELM видятся, ну, по крайней мере, Cherry точно все видятся ELM без проблем. Программа ScanMaster ELM отлично с ними работает. Так, что это тут не понятно. А, вот этот вопрос по поводу диагностики Ваххома. Так, честно говоря, ответы найти не удалось, то есть поискал. Это уже нужно, наверное, спрашивать у тех, кто прошивает кабеля и кто владеет информацией о передаче данных и более детальных настройках. Вот. Ну, то есть, в принципе, ошибки и неисправности по коду можно определить в интернете для каждого автомобиля. Я думаю, этого будет достаточно. Ну, как в данном случае на пропуск воспламенения. Вот. Ну, пропуски воспламенения. Проблема с этим. Так, дальше. Что-то Сузуки в списке не увидел. Для этой марки нет программ. Так, для Сузуки есть программы. Как универсальные, так и специальные для Сузуки одна программа. Недавно нашел. Ее можно скачать. Так, ну, как для Сузуки та же ScanMaster ELM будет отличным решением. Если для Windows и Torque Pro для Android. Так, это обновление. Ну, программ. Дальше. Предыдущая какая-то переписка. А, этот человек попросил программы для Windows Phone, ну, ссылки поскидывал как раз подборка, да. ОБДДЖОЙ, ВЕХАЙКЛ, ААЗ, МОТОРИСТ, ОБДИНФОСКАН, КЛАП. Так, дальше. Какая-то переписка предыдущая. Похоже по поводу PIT-файлов. Да. То есть человеку нужны были PIT-файлы, он пробовал сам их сделать, по-моему. Ну, что, на этом все. Если было интересно, ставим палец вверх. Подписываемся на канал, потому что серия видео будет продолжаться, и вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы. Все, что здесь не рассмотрели, задаем в комментариях, пишем в соцсетях. Еще раз здесь предоставлю ссылку на полную версию программ. Вот эту вот ссылку, да. В которой периодически софт обновляется, вы можете его качать бесплатно, как для Windows, так и для Android. На этом все. На сегодня все. Пока. Это Серега. Это мозги. Бошь. 7-0. Сегодня мы покажем, как есть. Саймор. Соединяем. 9-1. Идем его.